Как вы яхту назовете, так она и поплывет, сказал, важнейший сакральный персонаж позднесоветской поп-культуры. Наше опознание определенной вещи влияет на наше отношение к этой вещи. Еще Аристотель говорил о том, что форма является содержание. Мы опознаем предмет, и от того, какое место этот предмет имеет в ряду вещей, знакомых к нам, зависит наше отношение к этому предмету. Мы пользуемся таким подходом классификаторским в астрологии повсеместно. Мы используем его сегодня в популярной попсовой психологии. Давайте продолжим эту линию в религиоведении. Ведь если мы определенным образом опознаем деятеля религиозной организации, это говорит об определенной его мотивации, о том, что именно и с помощью каких именно средств он достигает какого-то результата от кого? От нас с вами. Поэтому классифицируя представителей клира, духовенства, деятелей религиозных организаций, мы, в общем-то, начинаем понимать и их самих, не их личности, а того, что они несут за собой. Значит, здесь небольшое отступление. Я хочу отдельно и поблагодарить, и посвятить эту лекцию моему брату, отцу Леголасию Товбину, который много лет возглавлял Хаваровскую духовную семинарию. И вообще сама эта тематика началась с нашим с ним разговоров, которые сперва в худочной, потом во все более серьезной форме переросли в определенную методику, а впоследствии еще и в методологию. Он предоставил мне огромное количество эмпирического материала, так что отдельное ему спасибо за подспорье в создании этой лекции. Почему мы испытываем такую страсть классификации к типологии? Почему мы любим все распределять по полочкам? Возможно, это способ выживания наш человеческий, и не только особенность мужского сознания. Когда мы встречаем что-то в природе или в обществе, мы, во-первых, обобщаем, пытаемся найти нечто похожее на то, с чем мы уже знакомы, то, что мы уже встречали в нашей жизни. Если мы это находим, то мы уже определяем, на что именно это похоже, и какой из этого вытекает либо вред, возможно, для нас, либо определенная какая-то польза. Конечно, это дефект. Мы не можем воспринимать реальность вокруг себя, такую, какая она есть. Но эта наша слабость, воспринятая, используемая нами, играет нам на пользу. Поэтому любим классифицировать. В природе, конечно, нет четких граней. Но когда мы видим что-то, подпадающееся под определенный разряд, который мы уже знаем, определенную группу, определенный класс, определенный тип, если это соответствует по внешним параметрам, то, как учил Аристотель, форм открывает содержание. Мы уже знаем, что стоит за этой определенной внешностью. В этом и заключается смысл классификации. Но на каком именно основании мы классифицируем духовенство, об этом чуть попозже поговорим. Еще один момент. Что мы подразумеваем здесь под духовенством? Безусловно, мы будем говорить в первую очередь о христианстве, а из христианства в первую очередь о православии, ну и о католичестве, но и о протестантизме, и об исламе. Мы будем говорить также о религиях, которые зачастую утверждают, что, дескать, у них нет священства, они общаются с Богом напрямую. Ну, не совсем так. Давайте пойдем по ходу. Итак, во-первых, перед вами известная схема, как ученики мои называют, цветная схемка того, из чего религия, в общем-то, состоит. Компоненты религии, как формы культуры. Практически обо всех мы уже с вами говорили, будем говорить еще в других ракурсах. Сейчас нас интересует духовенство. Но не бывает религий без духовенства. Даже те различные секты или большие какие-то направления в различных религиях, которые утверждают, что у них нет особого определенного класса, все равно этот класс вырабатывается. Итак, что такое духовенство? Духовенство – это определенная профессиональная группа, которая занимается управлением и сохранением своей религиозной общины. Это небольшая профессиональная группа, она занимается этим специально. Это не хобби, это не увлечение, это не какая-то дополнительная деятельность, поэтому эта группа возникает всегда. Протестанты начали в 16 веке грандиозную реформацию христианства с попытки уничтожить эту прослойку, которая стоит между Богом и ими, и все равно это духовенство получилось. Все равно возникли пасторы, к которым обращаются ваши преподобия, реверенты, которые являются особыми авторитетами в делах священного писания, получают особое образование. По этому же пути прошли мусульмане. Разумеется, что простой мусульманин, который ходит в мечети, например, шейф или имам, или мула, все равно они более авторитетны, они лучше разбираются в вещах, в которых простой смертный не в зуб ногой. То же самое, разумеется, в иудаизме. Поэтому этот слой возникает всегда. Впоследствии он не просто получает особый уровень образования, значит, возникают особые ритуалы, которые выражаются даже в одежде, в особых головных уборах, в воротничках, в особых чинах посвящения, в особом отношении, в прибавлении определенных слов к названию должности и прочее, прочее. Так что этот слой всегда возникает, и без него обойтись нельзя. Почему? Структура религиозности, про это мы уже говорили, по моей авторской концепции, религия возникает не начиная с веры, религия возникает даже не с ущерба, а с осознания своего, невозможность этот ущерб никак исправить. Человек смиряется перед своей необходимостью уничтожения. В этом мире он не конкурентоспособен, поэтому он принимает иную систему ценностей. Поэтому должны быть люди, которые придут и от имени Господа Бога ему объяснят, что такое хорошо, что такое плохо. За этими людьми он будет идти. Эти люди будут обозначать определенную структуру священного. Священные события, периоды, места, люди, предметы, ситуации, в которых ты попадаешь, ранжирование этих ситуаций, и безусловно, сами эти люди. И твое отношение к этой святыне выражается в первую очередь в преклонении, в снижении своего значения, в поклонах, в целовании рук, в одежды, туфли, в раскатывании попола в земном поклоне. Так что культ выражает не только свое собственное преклонение, как главный символ твоей веры, как смирение, как признание чего-то того, что понять в принципе нельзя. Я это впускаю в свою жизнь и делаю себя подчиненной частью этой картины мира. Соответственно, эти люди, которые говорят от имени Высшего, они выставляют определенные инициатические барьеры, которые преодолевают, я поднимаюсь на более и более высокий ранг своей собственной духовной жизни. Определенные барьеры в отношении к внешнему миру, к своим, к своим внутри иерархам, определенным к внешним людям, к внешним благожелательным, к внешним чужим, к внешним врагам. Все эти барьеры расставляет духовенство. Поэтому говорить о религии без особого слоя, без особого клира, как он называется, вот те люди, которые занимаются непосредственно управлением. Это пустой, конечно, разговор. В этом, конечно, смысл духовенства. Итак, говорим о православии. Напоминаю, друзья, что я рассказываю не о православии и не о православном духовенстве, даже не о христианском. Я рассказываю вам о смысле духовенства вообще как такового. На примере православия, поскольку в нем я лучше разбираюсь. Но я призываю представителей ислама, иудаизма, буддизма пройти за мной по тому же пути, по которому я иду сейчас, исправив, возможно, ошибки, которые я делаю, и рассказать о подобной классификации, ну, только на примере своих собственных религиозных организаций. Итак, христианство. С точки зрения традиционного христианства, духовная жизнь без священства, ну, практически невозможна. Так называемое учение о семи танецах, то есть особые ритуалы, которые приближают нас к святыне. В ядром этой святыни является ритуал Евхаристии, когда человеку под видом хлеба и вина дают тело и кровь истинные, не метафорически, а истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. А это может сделать только священник. Но все остальные ритуалы, когда тебя вводят в церковь миропомазание, когда ты очищаешься от того, как ты накосорезил, значит, от... когда ты блудное какое-то сожительство с человеком, которого ты выбрал снаружи мира и затащил к себе в постель, превращаешь это в священную семью, которая не только не вредит, но помогает тебе идти, Господу Богу. Превращение этого в семью, в брак, когда ты получаешь определенный духовный сан. Все это допустимо только с участием священства, за исключением крещения. Вот по древним христианским канонам крещение – это единственное таинство, которое в случае нужды смертной может совершить и простой мирянин, но только с соблюдением полного ритуала определенного. Значит, если невозможно с помощью священника крестить, тогда это можно сделать и любой мирянин. Но опять же, по древним церковным канонам, если священник, и когда священник появлялся, он обязательно должен довершить, доделать до конца это крещение. И так даже для того, чтобы мне войти в христианскую общину, священник просто здесь необходим. Протестанты начали свой бунт против вот этой прослойки, гигантской прослойки духовенства в католической церкви споткнулись вот об эти таинства. Поэтому им пришлось либо переформатировать отношения к таинствам, свести их на уровень метафоры, благожелательного воспоминания, как быть с телами крови крестовыми, и обосновать каким-то образом либо то, что эти таинства просто нафиг никому не нужны, либо то, что их может простой обыкновенный мужик, которого они называют пастором. Пастор это не священник, пастор это организатор богослужения, равно как и, например, имам или мула в исламе или раввин в иудаизме, это не священники, это организаторы. Но так или иначе, как в христианстве эти организаторы могут тебя дальше вести по духовным ступенькам? Мы либо отрицаем духовные ступеньки, либо каким-то образом натягиваем сову на глобус, обозначаем, как эти простые люди, не имеющие посвящения, могут эти таинства осуществлять. В традиционном христианстве выделяют три степени священства. Это самое популярное, самое главное, точнее, это те люди, которые являются потомками самих апостолов. Когда-то апостолы все эти таинства совершали, потом людей стало много, апостолы не поспевали за всеми, поэтому они нарукополагали своих последовательней епископов. Епископ – это глава христианской какой-то локальной общины. Епископ означает наблюдатель, блюститель. Значит, епископы минимизировали свою деятельность, рукоположив священников. То есть, самая популярная, но не самая главная часть духовенства в христианстве и в католичестве, и в православии, в древневосточных церквях, в армянской, в эфиопской, в малобарской и так далее. Это священник, пресвитер иерей, как угодно. То есть, это человек, который осуществляет практически все таинства в обыкновенных церквах, в небольших общинах на приходе. Только таинство рукоположения священники он не может совершить. Это тоже была очень большая проблема и для протестантов, почему они потеряли священство. Им пришлось как-то придумывать, как обойти этот момент, как быть без епископов. Или, например, большая драма старобрядцев беспоповцев. То есть, когда священники, которые пошли против реформы патриарха Никона, все перемерли, то у старобрядцев была проблема либо переманивать батюшек из никонянской церкви, либо как-то научиться жить без них, потому что сами по себе священники не могли епископа или другого священника рукоположить. Значит, и помощник священника в осуществлении таинств диакон. Диакон никаких богослужений не совершает, говоря, без них стараются обойтись. В православной церкви их немного, в католической церкви вообще практически днем с огнем не сыскать, но теоретически они есть. Вот они, эти три ступени, три ступени духовенства. Есть еще отдельный момент, духовенство бывает обыкновенное, так сказать, женатое, а бывает монашество. Вот монашеское духовенство это элита. В православии для того, чтобы занять высшую ступень, то есть епископскую, тебе обязательно нужен монашеский постриг, когда монах отказывается от всей земной жизни, берет другое имя и как минимум три обета дает. Обет послушания абсолютного настоятелю монастыря, либо главе ордена в случае католичества. Второй обет это безбрачие, соответственно, причем не формального, а реального, то есть сексуальная связь с кем угодно недопустима. И нестяжательство, то есть владеть какой-либо собственностью, об этом хотелось бы, чтобы сегодняшние архипастыри, конечно, вспоминали почаще. Но их бог им судья. То есть в православии в обязательном порядке духовенство должно быть монашествующим, чтобы занимать высшую епископскую ступень. В католической церкви провозглашается в особенности после Второго Ватиканского собора 1965 года, что это не обязательно, но на практике все равно так. Все высшие духовенства, все римские папы, весь корпус кардиналов это все монахи. Потому что монашество это элита так сложилась естественно. Они не пекутся о семье, о спиногрызах. Они полностью посвящают себя во-первых, тому, что они проповедуют. Во-вторых, поскольку они дают обед послушания, это армия. Ими гораздо легче управлять, в особенности в православии. Вот схемка, которая показывает все эти три ступеньки с наименованиями. Вот по духовным дарам, как говорят православные, то есть по своей благодатности, по тому, что они могут дать. Например, простой епископ какой-нибудь в небольшом городке и патриарх всей национальной церкви, они абсолютно равны. Они различаются чисто во власти. Равно, как и настоятель какого-то крутого собора, какой-нибудь архимандрит какой-нибудь и простой батюшка в селе Нижней Подмышки, они тоже равны по тому, что они могут делать. Вот по названиям вы можете смотреть здесь, как они различаются, какие термины употребляются и так далее. Вот эти три ступеньки. Метафора лодки. Самое главное в христианстве, то есть в мире, которым правит дьявол, церковь подобна кораблю, в особенности в архитектуре, например, католических храмов в базилике это проявляется. Но в церкви все верны плывут, но самое-то главное это те, кто церковь ведут, поэтому никак нам не обойтись без духовенства. В католичестве где-то в эпоху позднего средневековья возникло учение о церкви учащей и церкви учимой. Дескать, есть высшее духовенство, епископат, а средние ниши, то есть священники, диаконы, и уж тем более миряне обязаны не рассуждали, не рассусоливая, не критикуют ему подчиняться. Значит, в 18 веке православные, в общем-то, адаптировали, инкорпорировали это учение, хотя оно не православное по сути, но оно работает, потому что церковь состоит из всех. Есть, конечно, авторитетные миряне, какие-нибудь знаменитые проповедники, как, например, говорил православный церковь, это богослов Алексей Ильич Осипов или там Владимир Легойда, или знаменитые греческие православные проповедники Христос Яннарас, но они миряне, они подчиняются руководящей линии партии, поэтому, хотя их слово авторитетно, в управлении церковью они участвовать не могут, управляют церковными общинами всегда только духовенство и только высшее. В католической церкви после Второго Ватиканского собора начали активно вовлекать низшие духовенцы, даже мирян, в вопрос управления церковью, и даже на самом Втором Ватиканском соборе присутствовали авторитетные представители духовенства, но все равно духовенство равно управлению. Поэтому в 20 веке даже были авторитетные богословы, которые, ну, либо сами они поняли, что для того, чтобы их учение, их концептуальное видение мира стало частью официально признанной линии, они вынуждены были принять и духовный сан, ну, либо на обратной ситуации, как кардинальскую шапку присылали, значит, людям, которые были либо простыми священниками, либо даже вообще никакого сана не имели, для того, чтобы вовлечь их в церковь, для того, чтобы они разлад никакой не вносили, а действовали в рамках определенной программы. Вот, поэтому миряне, хотя и существует, и могут много чего на королезе церкви, пока они не имеют определенного духовного сана, в разных религиях он по-разному называется, именуется и так далее, но без этого никак нельзя попасть в систему управления, поэтому я подчеркиваю, что духовенство это профессиональная группа людей, которые занимаются защитой и управлением религиозных общин. А теперь говорим, собственно говоря, о методологии, о том, на каком основании я провожу дальнейшую классификацию. Друзья мои, я многократно повторял, еще раз повторяю, что в нашем мире религия является результатом личного выбора каждого человека. Даже в каких-то глухих аулах, когда ты как бы обречен на то, чтобы продолжать свою веру отцов влюсти, в любом случае все равно, у тебя есть как минимум два выбора, ты можешь переехать в город, где все гораздо более либеральны, вообще там в толпе затеряться и похерить то, чем у тебя родители научили. Либо если ты остаешься в своей общине, все равно ты выбираешь комплекс того, что ты принимаешь и что ты не принимаешь. Поэтому избирательность это основа религиозности, поэтому современная религия это супермаркет. А супермаркеты прикажут много товаров, поэтому в современном мире очень много зависит от продавцов, от тех, кто является рекламными агентами, от того, как они проповедуют, от того, как они продвигают товар, какой товар, насколько тебе это нужно. Мы знаем, зачастую реклама действует так, что тебе втюхивает то, что ты, в общем-то, сам не хочешь. В этом смысл манипуляции. От греческого манипула, рукой управляем, манипуляция это управление людьми без участия их воли. При манипуляции вся выгода главная достается манипулятору. Тот, кем манипулирует, безусловно, тоже что-то получает, но его воля либо ломается, либо подстегивается к воле манипулятора для того, чтобы он этот товар купил, для того, чтобы он это сделал. Марионетка. Она пляшет перед тобой. Думает ли она о том, как пляж, как она устраивает там взрыв башен близнецов или какой-нибудь крестовый поход или еще что-нибудь. Думает эта марионетка об этом что-то? Согласна ли она садом? Абсолютно не важно. Я смотрю, и я вижу марионетку, которая пляшет руководимой движениями кукловода. В этом смысл манипуляции. Эверет Шостром, известный психиатр и психоаналитик, выделил несколько типов манипуляторов в своей книге знаменитой «Человек-манипулятор». На каком основании? Вот от горизонтали выше идет манипуляция силой, ниже манипуляция слабостью. То есть, либо это диктатор, который просто ломает твою волю, доказывает, что ты сильный, но он еще сильнее. Поэтому он по принципу альфа-самца заставляет тебя подчиниться, потому что иначе ты погибнешь, тебе будет плохо. Либо это калькулятор, который ставит тебя в систему ценностей, обосновывает тебе, что нужно сделать так, как он считает нужным, потому что это не то, как он считает нужным. Это сам здравый смысл, иначе просто нельзя. Либо это задира-хулиган, который проверяет тебя на прочность, который ведет тебя просто потому, что у тебя не хватает там порога в пороховницах, ягод в ягодицах, а у него есть, поэтому ты подчиняешься его воле. Либо это судья, который тебя критикует, он обращается к твоему голосу совести, доказывает тебе, что ты дурак, потому что поступил неправильно, неверно, аморально, и либо чтобы избежать голоса судьи, либо наоборот, чтобы его не услышать, ты идешь по тому пути, который он обозначает. Это манипуляция силой, манипуляция твоей активностью, манипуляции бывают и слабые, вампиры бывают и плачущими. Либо тот, кто приходит к тебе, гладит тебя по голове, заботится о тебе, ну добрый батюшка, не может желать тебе плохого, ты автоматом пойдешь за ним. Либо тот, кто, ну просто с тобой по жизни, ну вот реально свой в доску чувак, поэтому он не может сказать плохого, потому что он не твой реальный друган, поэтому ты просто идешь с ним вместе по жизни, либо он к тебе прилип, ты не можешь ничего делать, ты автоматически, траектория твоего хода изменяется, потому что он, блин, на тебе навис, но ты ничего не можешь сделать, с ним отбросить его не можешь, поэтому вынужденно исполняешь его волю, либо он апеллирует к твоим чувствам. Подобно тому, как судья апеллирует к морали, мораль это тоже в определенном смысле чувство, значит слюнтя или тряпка апеллирует к твоим более низшим чувствам, он разжижает тебя, он делает тебя сентиментальным, он делает тебя чувствительным и управляет вот этими эмоциями, которые захлестывают тебя. Вот это основные типы. Друзья, я попрошу вас для просмотра более эффективного следующих типов, о которых я буду говорить, сделайте скриншот куда-нибудь себе в телефон или на рабочий стол, потому что я буду рассказывать о типах духовенства, но эти типы я расположил в произвольной последовательности, а вы уж сами определяете, какой тип, к какому типу манипулятора относятся, поскольку, как я сказал, современное духовенство занимается сбытом определенного продукта, оно конкурирует с другими представителями и своей собственной религии, и других религий, и с наукой, и с конспирологией, с чем только они конкурируют, поэтому они должны очень серьезно заставить тебя купить их продукт, они делают это разными путями. Какие, на чем основан манипулятор? Ну, во-первых, манипулятор это делает не потому, что он решил тебе сделать зло. Если человек злодей, то как там в фильме «Черная кошка, белый кот», если он злодействует в отношении тебя сознательно, субъективно и адресно, то, как говорится, это начало большой дружбы. Иногда люди на почве вражды сдруживались, поскольку, если враг тебя лично знает хорошо, то, по большому счету, иногда бывает, что это тот человек, который знает тебя лучше, чем кто-либо. Нет, манипулятор не таков, ему абсолютно на тебя наплевать. Он управляет тобой автоматически, потому что ты подчиняешься его воле. Я вытягиваю руку, хватаю первый попавшийся ко мне инструмент, который больше подходит для того, чтобы закрутить этот винтик. Значит, что думает об этом отвертка, я об этом совершенно не рассуждаю. Главное для манипулятора это управлять тобой, это чтобы все было по полочкам, чтобы он мог очень быстро взять тебя как инструмент, чтобы у тебя не было никаких аспектов поведения, которые делают тебя неправильной отверткой, то подчеркну, контроль и порядок не для тебя, а для манипулятора. Поэтому для тебя будет эффективнее, если ты подчиняешься абсолютно контролю манипулятора. Поэтому каждый из типов манипулятора тем эффективнее, чем он чище, чем меньше в нем примеси каких-то других типов, тем дальше он от переходной какой-то линии, которая, конечно, всегда существует только в нашем сознании. Потому что этих типов манипуляторов не 8, а 888, но эффективность заключается в чистоте. Так работает наше мышление, восприятие, узнавание. Манипулятор врет. Значит, у меня есть лекции по гносеологии, можете посмотреть, там я рассуждаю о разных типах лжи, вот, одиничный обман, там, клевета, лукавство, правдоподобие, заблуждение бывает разное. Но главное, чтобы для манипулятора все средства хороши в достижении поставленной цели, и он твою волю ломает, подавая тебе ту картину мира, которая тебе в принципе не нужна. Друзья мои, мы можем рассуждать о любви к истине, но по большому счету каждого из нас волнует не правда, а правдоподобие. Для того, чтобы то, что нам втюхивается, в общем, что мы думали, что это нам нужно, чтобы не так было стыдно за потраченное здоровье, деньги, время и прочее. И, конечно же, манипулятору глубоко на нас нагадить. Он цинично относится к нам. Возможно, у него есть свои какие-то принципы, которым он служит, но эти принципы к нашей жизни не имеют никакого отношения ему отвертки. Почему это воздействует на нас? Об этом, конечно, я скажу, но потом уже в конце нашего сегодняшнего занятия поговорим о признаках жертвы манипулятора и взвесим себя на этих весах. Итак, конечно, здесь теперь самое интересное. Итак, определенные типы батюшек в их манипулятивных особенностях. Напомню, я расположил не по этой схеме, а совершенно по другой, а вы уж сами определяете, какой тип куда относится. Хорошо? Итак, отец благоразумный. Что делает отец благоразумный? Его целевое назначение это сводить концы с концами. Это доказать, что на самом деле церковь не имеет ничего общего там с крестом. На самом деле церковь не против эволюции. На самом деле церковь не против гомосексуалов и прочее. То есть отцы благоразумные это те, в кого показывают пальцем, в чем присутствие все с придыханием говорят. Это люди образованные, грамотные, без сычка, без задоринки. У них нет темных пятен в биографии. У них нет никакого нюанса некрасивого. Даже если случаются какие-нибудь эксцессы в их жизни, они не просто поворачивают их в свою пользу. Они говорят, что этот эксцесс является доказательством их права. Как в случае, например, митрополита Илариона и церкви в Великобритании православной, куда он приехал вслед, чтобы взять в управление епархию, которую раньше руководил митрополит Антони Сурожский, кстати, тоже отец благоразумный. И там жуткий был скандал, потому что он совершенно никак не вошел в это управление. Он это позвал Сурожской смутой и обернул виртуознейшим образом в свою пользу. Отцы благоразумней это виртуозы. Виртуозы слов. Друзья мои, две тысячи лет существует христианство. Такие монахи, проповедники, богословы научились концы с концами сводить так, чтобы нам выдавать совершенно несъедомную субстанцию в виде не просто съедомной, но нужной и необходимой для нас. Одни эти рассуждения. Еще в первом веке Цельс говорил, христиане, ваш Бог, он добрый или сильный? Потому что, если он добрый, то почему он мировое зло не уничтожит? А не может уничтожить, значит он слабый, ваш Бог. Ох, сколько изощрений было на эту тему. Там вплоть до этой знаменитой Тирады Бердяева о том, что есть такой камень, который Бог не может сдвинуть. Это свобода воли человечек. Но на самом деле это же вообще не ответ, это просто отфутболивание в другой плоскость, где мы те же самые вопросы задаем по поводу СПИДа, по поводу Чикатило и прочее. Но уже фраза звучит, смотрите, как да, Бог не может сдвинуть камень, это свобода воли человечек. Мы с кем успокаиваемся на этом. Вот это и делаются благоразумнее. Они задают вопросы и вместо ответа они красиво уходят в сторону. Но мы все просто аплодируем мысль на этой красоте, этому изяществу. Они не такие изящные. Они члены корреспондента различных академий. Они, значит, там выдающиеся люди творческие. Там митрополит Иларион, которого называют преемником, скорее всего, нынешнего патриарха. Притом я считаю, что это вряд ли так. И почему, скажу позже. Он и хором руководит, и симфонические произведения пишет, невзирая на то, что представители его же церкви всего лишь несколько там столетий назад азанфакт использования музыкальных инструментов жгли на костре, выламывали руки и так далее, потому что как Ликачев говорил, эпоха русской, истории русской церкви, эпохи раннего средневековья, эпоха великого молчания. Абсолютно никакой не было музыкальной культуры, но на самом деле это не то. Тогдашняя церковь заблуждалась, церковь ничего не имеет против музыки, говорит Владыка Иларион, улыбается, наставительно нам о чем-то сообщает. Посмотрите на данные о просмотрах, о подписках. Там отец Максим Козлов, например, значит, в левом верхнем углу настоятель храма в МГУ, само за себя говорит, человек, который первым выступает по поводу сопоставления несопоставимой церковь и джори эволюции, церковь и гей-браги и так далее, и так далее. Или, например, правый нижний угол отец Владимир Вигелянский, это батюшка специально для интеллигенции, который говорит с использованием цитат из философов, особенности философов, например, атеистов, писателей, каких-нибудь сомнительных, типа Бадлера какого-нибудь, для того, чтобы создать видимость непротиворечивости. В этом, конечно, главная заслуга, потому что, по большому счету, программу партии ткут именно отцы благоразумнее. Другая позиция. Отец протектий, который защищает, который обнимает тебя, такой батюшка в Северуси, их, как правило, мало. То есть, образцово-показательными, там, на церковь один, на епархию один, на приход, как правило, один. То есть, это батюшка, который существует для того, чтобы заниматься с тобой одним. Это обнимашками. Как бы тебе не было плохо, он всегда тебя защитил. Он тебя может поругать, пожурит, как отец Дмитрий Смирнов, известный своими провокационными речами, о том, что все женщины, значит, стучились, грубо говоря. Но как он это говорит? Когда женщины начинают читать, или слушать его проповедию, они понимают, что он их ругает, потому что любит. Он их метафорически обнимает. Когда он говорит о том, что коронавирус, от которого он сам погиб, был послан Господом Богом, мы сначала вспыхиваем негодование, а потом слушаем дальше и понимаем, что он говорит. Это для того, чтобы взбодрить нас, чтобы мы поняли, что надо жить несколько иначе, пошли в церковь, и занялись своей личной жизнью. Когда он говорит, что мужики все козлы, мы понимаем, что действительно козлы. Мы в лучшем случае в танчики играем, в худшем случае бухаем, а женщинам ничего не достается, ни нашей любви, ни нашей заботы. Один единственный человек во всем мире способен позаботиться о несчастных российских женщинах, закоснеших своей ненужности. Это вот отец протекти, отец Дмитрий Смирнов. Так что его задача совершенно другая. Он создает пространство любви безусловной. Он может на фоне дорогущей машины позируя, рассуждать о том, ну да, вот я езжу на дорогу машину, ну да, мне подарили. А почему? И он объясняет это. Объясняет это не так, как отец благоразумный с помощью доводов или отсылок к здравому смыслу. Он объясняет это так, что ты поймешь, что просто был бандит. Бандитство. Потом ему стало плохо, он исправился, пришел в церковь. Батюшке машину хорошую подарил. Ну а батюшка ездит много. К тебе же он едет. В твой поселок нижней подвышки ему нужно добраться. На чем? На Жигулях туда поедет? Ну разумеется, сюда, кроме как на Хаммере, ни на чем больше и не добраться-то. Но это делается исключительно из любви к тебе. Сирич, отец протекти. Отдельная категория, которая сегодня, ну она в разные эпохи выходит, то на первое место немножечко стесняется вниз в зависимости от политической повестки и экономического состояния общества. Вот когда все хреново, вот тогда отец пацани выходит на первое место. Он не умеет грамотно говорить, может быть или умеет, но он сбивается постоянно, он ходит по грани. И периодически он эту грань даже пересекает. У отца пацания главное не ум, не главное не любовь, главное это смелость. То есть он переступает те границы, которые другие ссыкуны просто не смогли переступить. А он идет и говорит. Их даже внешне можно отличить, потому что у них, как правило, они подвижны, у них весьма подвижный плечевой пояс, вообще верхняя часть тела не говорят, активно жестикулируют. У них часто голос такой с хрипотцой, как будто они постоянно орали, поэтому сорвали голос. Вот даже внешние черты их, в общем-то, всегда свидетельствуют о том, кто перед нами. Вот. То есть они своим поведением часто напоминают таких гопарей с 90-х годов, которые выходили тебе из-за ларька, а говорили, ну что, есть что, есть деньги в карманах. Вот. Давай поищем, а если поискать. Так что вот отец-пацан нет вот такого типа. Мы понимаем, кто является их целевой аудиторией. Здесь интересно, по моим подсчетам, два разных типа. Первый тип, это мужики в эпоху кризиса среднего возраста, когда они понимают, что, в общем-то, они жизнь свою, скорее всего, прошляпили, они, значит, скорее всего, не туда пошли, потому что свои какие-то важные, ключевые моменты, они не имели достаточно смелости. Они корят себя за отсутствие наглости, за отсутствие пробивного характера, за отсутствие боли. И тут к ним приходит отец-пацан и говорит, ну что ты здесь расцвелся, ну-ка ставь, подними жопу с дивана, пошли за мной. И вот эти люди, какие-нибудь бизнесмены, которые начинают прогорать, или уже прогорели, военнослужащие, в общем, вся категория людей, которые уже перешагнули середину жизни, у них начали выпадать волосы, у них начинаются проблемы там с ожирением, с импотенцией, с заработком, с уважением со стороны хотя бы своих жен. Вот к ним приходит такой отец-пацан, и он такой настоящий альфач. То есть он тот, кто ведет просто за собой. Ему можно немножечко материться, его можно поймать с сигаретой, как один там батюшка, которого я спросил на остановке, бачка, что же вы курите? Он, что тебе, сигареты смущают? Я тебе знаешь, куда я тебе сигарету запихаю? Я тебе знаешь, куда я тебе запихаю? Зоверни, сигарета. Я, знаешь, кто? Да я священник, я в этом храме. Знаешь, что мне в жизни пришлось увидеть? Да я в Чечне два раза был, а там такой, понимаешь, тебе вообще даже не снилось. Я просто понимаю, что вот эта вот харизма, или даже херизма, которая на меня нахлынула, это жизненный путь человека, который поведал, понимаешь, все в жизни. Чего я тут, как какой-то придурок прискоблился к нему к этой сигарете? Да я эту сигарету сам себе запихаю куда подальше. Вот это особенность, конечно, отца-пацаня. Первая категория. Вторая категория, как нам ни странно, это женщины, которые находятся в климаксическом периоде, либо уже начали переходить на следующую фазу после него. То есть те, которые понимают, что по большому счету они уже в жизни никому не будут нужны. Что те, кто с ними рядом, либо рядом, потому что им больше некуда деваться, они с ними не потому, что они привлекательные самки. Они с ними рядом не потому, что от них ждут продолжение рода, рождения детей, какого-то создания такой семьи, как с единой какой-то боевой организации. Нет, они понимают себя ненужными. И тут они видят этого человека, который воплощает в себе, в общем-то, все, каким они хотят видеть мужика. Потому что этих подкаблученных, какие бы они были там распузырены и обколоты различными татуировками, и тем не менее в магазине они стоят и с трудом нажимают в телефон, пишут своим женам, а что мне купить сегодня на ужин, потому что даже простые темы, они простые вопросы не могут решить. Вот по таким мужикам они скучают. Эти несчастные, брошенные, никому не любимые, никому не нужные, ну, кроме, наверное, церковного политического руководства, российские женщины. Вот это вторая целевая аудитория. Посмотрите на количество просмотров. Ну, по моим подсчетам, в данном случае, отец Андрей Ткачев, по-моему, самый подписанный во всех аккаунтах, священник, наверное, вообще православного мира, как такового. Это отец Пацани, о нем говорить можно много, но, скорее всего, он скажет о себе сам. Не рассусоливай, он будет говорить так, что ты примешь его мотивацию, потому что, если мотивации будет не хватать, тебе кулаком в зубы засветит и будет прав. Полная противоположность отец Улыбастей. Эта категория более популярна среди, ну, не совсем молодеж, а среди тех, кто находится на переходе от юности к зрелости, те, кто еще, в общем-то, думают, что они что-то в жизни могут изменить, что от них что-то зависит, вот, им немножечко не хватает азарта, потому что жизненная эта бессмысленность теперь начинает наплывать, вот, они немножечко спотыкаются, вот к ним приходит батюшка, который улыбается, объясняет, а это не от этого, церковь, крестовый поход, да что вы, это на самом деле средневековье, церковь совершенно другая, церковь и ночные клубы, а почему нет, давайте сделаем православные ночные клубы, где будут, значит, исполнять тяжелую группу, Алиса пригласи, почему и нет, церковь и знакомство по интернету, да почему, а где еще жен-то искать, не, это совсем другое, они берут своей молодежностью, оптимизмом журчащим, они берут своей улыбками, они зачастую, значит, самые обычные жизненные ситуации преломляют таким образом, что мы понимаем, что церковь это не смрасть, не мрачное место, где воняет ладаном, мало кислорода, где темно, говорят на непонятном языке, заставляют стоять, и вообще непонятно, к чему меня двигают, нет, они выходят, как один популярный белорусский батюшка, который выходит в контакт, крутит спиннер и говорит, ну что, болезненный, хайпанем, Алёха, и вы понимаете, что это наш доску-чувак, потому что церковь на самом деле не то, это не от этого, значит, просмотры, количество говорит само за себя, их стилистика, их тематика, тех вопросов, которые они обращаются, вы думаете, они с вами будут разлагольствовать о том, какая религия лучше, какая хуже, вы думаете, они будут про ипостаси, или уси, или богочеловеческой природы Иисуса Христа говорить, нет, они будут говорить о том, что нам актуально, об абьюзе поговорят, о Маргенштерне, причем, если вы будете, думаете, что он будет говорить, Маргенштерн, это дитя Антихриста, потому что у него на морде татуировки, три шестерки наколоты, вы ошибаетесь, вы видите, батюшку, который будет топить за Маргенштерна, цитировать его альбом и доказать, что он в доску свой чувак, который вот, только сам наушники вытащил, слушая Маргенштерна, это православный стендап, особенно, мне нравится, отец Павел Островский, который, конечно, доминирует в этом всем подходе, то есть, вот эти вот отцы зубоскалий, не скалозуби, а отцы зубоскалий, которые берут своим общим таким, настолько благожелательным и оптимистичным подходом, что ты сам не будешь искать противоречия, ты действительно будешь думать, что вот это место, где мне помогут, где среда общения, где найду свою тусовку, где не будет одиночества, встречи спутника, спутницу жизни, где все, мы все сообща, понимаешь, найдем, найдем какой-то подход к жизни, вот, собственно, отцы улыбастей, например, про один из этих вот нынешних батюшек, для примера вам скажу, у него есть многочисленных, многотысячных роликов, рубрика распаковка, где, значит, ему приходит почта, вы думаете, он там рассуждает о смысле жизни, нет, батюшка с многотысячными просмотрами берет коробку и говорит, а мне по почте-то пришло, а я не знаю, что там, а давайте посмотрим, берет нож, скрывает, ух ты, кораблик у меня пришел, смотри, как здорово, ты видишь, перед тобой священник, в рясе, с бородой, вот такой, причем монах, но ты видишь своего в доску чувака, который отдается простым жизненным равностям, который может вместе с тобой там в доту чалиться сутками, и причем в виде стрима рассказывает только с христианской спецификой о том, что он воспринимает, так что это отец улыбастей, который, собственно, создает самый главный, неповторимый такой, романтический флер в любой религии, он создает атмосферу того, что это не от этого, как в частности, значит, приведу пример, только из другой оперы, говоря о проповедниках, ведь вот эти самые деятели, они могут не обязательно быть православными, например, один мусульманский проповедник, который рассказывает, да, в исламе вообще границ на секс нет, ну, никаких, делай все, что хочешь, только нельзя это, 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 а еще, что, девчонки, вот, сперму глазать нельзя, вот, так что ты понимаешь, что тобой говорят на одном языке, причем, понимая тебя, это точно таких же люди, как ты, ну, хватит о них, они о себе, они в пиаре не нуждаются, поговорим о другом. Когда нужно указать на конкретику, вот, тогда вступают такие религиозные вассерманы, которые начинают говорить, подождите, подождите, о чем вы говорили, Дарвин, эволюция, а откуда вы взяли эту информацию, это написано в книге происхождения видов, а позвольте вам спросить, а какого года у вас книга, 86-го, а не страница ли 282, так я вам скажу, милейший, на странице 282 допущена опечатка, а на самом деле там должна была быть написана, вот так-то, вот, так что, а ци-зазубрии, у них другая суперсила, причем даже внешних можно определить, у них какие-то есть определенные элементы юродства, которые выражаются во внешнем облике, они какие-то некрасивые, у них искажения какие-то во внешности, в мимике, в лексике, в тембре голоса, в том, как они выглядят вообще, то есть по ним вот видно, что вот они не абсолютно не отцы улыбасте, хотя и могут улыбнуться, их задача не рекламу обеспечить, это специалисты, узкие специалисты, по всем каким-то ключевым вопросам, ты хочешь разобраться, иди к отцу-зазубрию, он тебе во всей полноте скажет все, как нужно, как оно должно быть, он засредоточен на книгах, на писании, ему там некогда причесываться, или голову мыть, или уж там тем более, там к стоматологу ходить лишний раз, он видит все, он тебе подробно скажет, какой-то канон на самом деле свидетельствует о том-то, а вот на таком-то, в цитате священного писания, да, она говорит об этом, но знаете ли вы, что это позднейшая вставка, а в эпоху Первого Вселенского Собора, в общем-то, этих слов не было, так что вот отцы-зазубрии, их суперсила заключается в том, что они своими элементами юродства втягивают в себя свое смысловое поле, и ты с ними вынужден будешь вести диалог на их собственном языке, на их пространстве, в котором они специалисты, ну что ты будешь спорить, что это не страница 282, страница 283, даже если ты окажешься прав, ты обратишь внимание, он даже может согласиться с твоей правой, но главное сделано, он тебя затащил к себе, ты являешься его узником, так что это отдельная такая черта, вот эти люди, которые собственно решают вопросы, которые настолько подчинены, значит, определенным каким-то нюансам, что являются выдающимися экспертами в своей какой-то очень-очень узкой области. Отец-Святоший. Примерно нечто подобное, но только они особенные, с элементами очень большими, юродство, безумие, маразм, деменции гораздо больше, чем у зазубриев, но им можно, потому что зазубрии-то в книжках, как в учении, а Отец-Святоший уже на небе. Ну и что же он ведет себя как декарь? То, что какую-то дичь абсолютную несет. Он уже в раю. Он одной ногой здесь существует, только из любви к нам многогрешным, потому что он уже небо видел. Ну и, конечно, это его настолько преобразило, как Христос писал, безумное миро возлюбил Бог. Где книжники, там, где фарисеи? Разумное миро Бог пренебрег этим. А безумное миро, то, что не укладывается в обычные рамки здравого смысла, вот, это стихия Бога. Поэтому тот, кто с Богом общался, тот и должен выглядеть, как малыш андарахнутый здесь на земле. Поэтому, значит, даже листарец говорит, а что ты пил сегодня? Воду? Ах, и воду ты пил. Это вот грех, мотенька, грех. В наше время воды никакой не было. И тут же, значит, мы начинаем это воспринимать как величайшее откровение. Особенность. Особенность. Никогда отцы святоши не бывают собственными менеджерами. Всегда их обслуживают какие-то персоны, которые о них пишут, типа, такие, их собственный корреспондент, их редактор, который им на самом деле здесь батюшка не имел в виду, что воду пить не надо под водой, подразумевается. Очень популярное в наше время зло такое-то такое. И все. И мы видим определенную какую-нибудь редактуру. Какой-нибудь такой Нилус, представленный там Кафонским старцами или там Серафиму Саровскому, который объясняет, что определенный дикий поступок, какое-нибудь телодвижение или фраза имела смысл. Вот перед вами сегодня в православной церкви такие всенародные старцы, в общем-то, обнищали. Перед вами самый популярный отец Науми строит Сергиева лавры, отец Николая Гурьянов, отец Кирилл Павров, оттуда же и строит Сергиева лавры. Сегодня вот эта категория пошла, в общем-то, на спад, потому что кто вместо них, ну вот один из самых популярных, самый популярный такой старец наших дней, отец Рафаэл Берестов с Афона, значит, который очень странный, но эта странность тоже, опять же, является показателем небожительства старца. Да, он карлик, у него нет бороды, он всем своим видом, телодвижениями, внешностью похож на престарелую женщину, да хоть у него рога будут, там, или хвост волчий из-под рясы высовываться, это еще лучше будет, потому что житель иных мест, житель иномирья, вот тот, кто только что из эмпиреи к нам спустился, вот он и должен быть непохожим на нас, но даже в случае от Сарафаэл, обратите внимание, смотрите, сколько подписок, сколько там просмотров, но даже если мы посмотрим любой из роликов, мы сразу же увидим каких-то совершенно здравых людей, которые правильно задают вопросы, правильно подбирают ответы, а батюшка может нести что угодно, ой, штрих-код есть у тебя где-нибудь на еде, вот вся еда, которая со штрих-кодом, она освящена сатаной, обрызгана еврейскими раввинами, жертвенной кровью христианских младенцев, а ИНН есть, пополучил, царство небесное не попадешь, точно, от ИНН надо отказываться, интернетом пользуешься, и все, вот как только ты коннектишься с интернет-провайдером, вот сразу же ты непосредственно к антикристу, либо к лже-пророку, либо напрямую к сатане подсоединяешься, вот, так что нести можно все что угодно, но это выглядит чрезвычайно реалистично и подчеркну, определенные редакторы вот этим вот манипулируют и направляют, это отцы святоши, вот, многие даже в духовных семинариях уже изначально, ребята, которые отличаются особенностями поведения, внешности, мимики, сексуальности, они очень часто вот эту кадру святошества разыгрывают, там бьются, бом, опал в общежитии, будешь еще батюшек, значит так, что будят всех, ну а что ты ему сделаешь? Ну, святой. Идем дальше, значит близкая по своему внешнему проявлению, но совершенно иная по истокам и по результативности фигура, потому что мы, хотя и довольствуемся правдоподобием, но все равно, в общем-то, когда нам врут в глаза и говорят, что божья роса, нам все равно зачастую, ну не хватает правды, тут возникает он, отец правдорубий, который рубит правду матку, абсолютно невзирая на то, что с ним будет дальше. Если отец пацаней, он балансирует на грани дозволенного, то отец правдорубий, он идет дальше, и не потому, что он особо смелый, а потому, что на его стороне правда. Значит, здесь два нюанса, которые я сказал, отцы правдорубий всегда плохо кончают, в этом икотличительная черта, они должны преодолеть грань, они должны вещать из-за решетки, или уже находясь там на какой-нибудь срубе обложенной соломой, уже сейчас подожгут, или голова уже в петле, или кол уже в тебя впихивают, или уже прицелились в тебя, вот такая ситуация, это ситуация для отцов правдорубий, потому что даже перед лицом не минуя смерти, они вещают свое, как, например, вот отец Сергий Романов, который просто взял и патриарха отлучил от церкви, потому что все неправы, то есть он идет сторонник правды. Именно эта их суперсила является лакомой начинкой для совершенно разных людей, совершенно разных слоев общества, знаменитости, выдающиеся политические деятели, звезды спорта, шоу-бизнеса, зачастую приходят к отцам правдорубием, потому что понимают внутри себя, как ты не ври людьми самому себе, это не будешь долго врать, и понимаем, что за внешним лоском иногда скрывается глубокая душевная рана, которую никто не вылечит. И знаете, с правдорубием прямо тебе говорят, да ты просто козел, потому что живешь ты по-козлячьи, а потому что вся твоя структура, которая ты, понимаешь, козлячьи, поэтому перестань быть козлом, я тебе покажу как, из-за решетки тебе буду проповедовать, обратите внимание на количество просмотров и всего остального. Вот, и второй нюанс, практически всегда у отцов правдорубием есть какой-то нюанс в биографии, вот, что-то не то он делал, а преступником был, убийцей был, например, как Сергей Романов, или кто угодно, и это как раз не является чем-то замалчиваемым. Они, наоборот, об этом говорят правду. И мы понимаем, что это реально настоящий чувак, который побывал на той стороне, он приступил к грани, он преступник, такой же, как я. Но только я-то боюсь идти дальше, а он пошел, поэтому он является воплощением для меня того, что я сам не смог сделать. Поэтому, значит, мы сами плачем о тех грехах, которые мы у нас совершали, не имеем внутренней доблести, чтобы как-то их исправить, поэтому наша дорога, конечно, вот туда. И опять же, друзья мои, подчеркну, здесь момент критики. Уважаемый мной, выдающийся, наверное, самый главный интернет-религиовед в России Константин Михайлов критикует оцерковленность, религиозность, православность сегодня, манипулируя цифрами посещаемости, храмов там и так далее. Что меня всегда смущает? Да почему мы сегодня используем показатели какие-то средневековые? Почему человек должен ходить в храм, в мечеть, в синагогу, чтобы менялось его сознание? Там ему выставляют определенные правила поведения, ритуалы, инициатические действия, которые направлены на то, чтобы он изменился. Смысл обрезания, смысл какого-то жертвоприношения или божественной литургии не в них самих. Смысл крещения не в крещении. Смысл, а в том, чтобы человек изменился, стал другим, чтобы сознание его изменилось. А если сознание меняется, зачем человеку обязательно? В храм надо тащить. Достаточно ему в ютубе ролик посмотреть. Сегодняшняя проповедь осуществляется не только в храме, и не только в храме, и не столько в храме. Если ты после просмотра ролика чего-то не купил, или наоборот купил, или пошел на войну, или за определенного человека проголосовал, у тебя меняется сознание. Ты уже являешься получателем определенного продукта. Ты действуешь по той системе, в которую тебя ввели определенные манипуляторы, а не добились от тебя результата. Поэтому сегодняшние показатели либо церковленности, сегодняшние показатели религиозности людей отнюдь не должны измеряться какими-то престарелыми определенными показателями. Есть некий другой подход. Вот тот, который я обозначаю жирным на скриншотах. Вот это главный показатель либо церковленности. Сравним 4,9 миллионов просмотра. А сколько там у Павла Воли, у Деданила Поперечного. То есть мы по цифрам можем сопоставить и увидеть, что перед нами могущественные фигуры, которые управляют общественным мнением. А за мнением стоит действие, которое имеет политический характер, которое может к прямой смерти привести, и экономический характер, который прямо влияет на мое здоровье, поведение, конкретную жизнь в оплате и поведение, жизнь других людей. Ну, идем дальше. Отдельная категория. Выпустим немножечко дух. Особые батюшки для особых людей. Они красивые. Если вы думаете, что манерные, изящные проповедники, которые размахивают руками, говорят со специфическими модуляциями голоса, что это те, кто в церковь пошел по ошибке, а на самом деле хотел забрести в гей-клуб, вы ошибаетесь, друзья мои. В свое время мне было интересно, кто является главной целевой аудиторией у ныне покойного Бориса Моисеева. Я изучил вопросы, я обратил внимание, что там вообще нет каких-нибудь людей в кожаных жилетках или в больших темных очках или в кожаном картузе. Абсолютно нет. Это в основном постклиматические дамы. Значит, основная аудитория вот этих отцов-красавиев, это как раз женщины, которые уже перешагнули какую-то грань. Они уже никогда не станут супругами, предлагая там своему мужу то, что нужно мужчине, там размножение, там секс и так далее. Но внутренняя тяга осталась, нереализованная тяга к красоте, даже к символическому сексу, какой-то изячности. В их возрасте уже, в принципе, гендерность какая-то сместилась. И то, что они мужа, мужественно своего мужа, мужественно держат под каблуком и спрашивают у него, всю ли зарплату он сегодня принес, абсолютно не означает, что они не тяготеют цветочком, к лазурности, к лучезарности какой-то. Вот этот продукт и предлагают отцы красави. Мой любимый, конечно, это отец Артемий Владимиров, который выступает. И вы думаете, там какая-то риторика важная. Нет, это то, как он выступает, размахивая руками, рясая. Батюшки, мы существа крылатые, как известно. Или его рассуждения, которые до сих пор меня заставляют смеяться. Женщина в широком смысле слова. Или вот батюшка из головы выскочила, который получил бесконечное количество лайков на своих постах в Инстаграме, где он демонстрировал свои дорогущие туфли, портфель, трость очень дорогую, раритетное пенсне, в которых он ходил. Это даже можно вывести в отдельную категорию. Отец Ламборджини, но не будет им этим заниматься. Ну и, конечно же, мой самый любимый персонаж это владыченька Петерим Волочков. Ну сходите на его. Ну сходите, ну что вам? Сходите на его профиль ВКонтакте и сами увидите, что говорю я. Епископ Русской Православной Церкви, который показывает свою прекрасную одежду, которая восседает на троне, в окружении цветочков, с какой-нибудь птичкой показывает нам и говорит, посмотрите, Ну пташка Божия, ведь как же это красиво. Мы можем рассуждать о чем угодно. Это наша жизнь, какая-то полетела. Видели, как она полетела? Как она была красива. Ведь в красоте Господь находится, ведь правда же. Либо старательно, прямо в священническом облачении, значит, идет по беговой дорожке, немножечко-немножечко, отдыхаясь, говорит, мы воины Христовы, поэтому мы должны быть все-таки в тонусе или в плавательном бассейне, разгребая мужественно волны, потом выныривая, улыбаясь с камеры, говорит, ну да, мне, кстати, интересно, он же монах, все-таки раз епископ, а монахи имеют определенную такую ткань, которую должен носить на теле, никогда не снимая, параман называется, вот он, когда его снимаешь, когда надевают плавательный костюм, или он в нем прям плавает, а потом, как он же мокрый, ну да ладно, вынырит, и говорит, вот видите, в здоровом теле, здоровый дух, как говорили атеисты, но мы-то не атеисты, мы лучше знаем, конечно, как нам нужно, посмотрите количество, значит, лайков, там просмотров и прочее, вы получите огромное, просто эмоциональное, эмоциональное такое, эмоциональный, получите бонус, если вы просто сходите на его страниченьку вконтактеньке, так что здесь особая целевая аудитория, она страшно большая в России, и как мы знаем, учитывая все демографические особенности, этим и этим людям нужно что-то есть, и когда все мы мужики, в силу того, что эти дамы постарели, их оставили, кто-то же должен им давать красоту, любовь, символическую заботу, мечты о чем-то возвышенном, это, конечно, заслуга отцов-красавьев. Полная противоположность вообще всему, батюшке, которым можно и нужно вообще все, отец чертиштоший, вот эти люди, в отличие от отцов-хулиганев, от отцов-пацанев, они переступают границу, но не потому, что они смелые, и не потому, что они запрех думан, потому, что они безбашенные, они просто выламываются и могут что попало нести, какую угодно дичь, как угодно выглядеть, застуканными могут быть там в любой ситуации, как хотя там все в Макдональдсе, рассуждать о том, что жертвы изнасилования виноват, сами в этом виноваты, потому что нечего носить короткие юбки, все что угодно заявлять, то есть их задача быть настолько дикими, чтобы вот вся дикость, все безумие, весь идиотизм религиозной организации вот выник аккумулировался, как в аппендикс падал, значит, что все остальные, какую бы чушь они ни творили и несли по сравнению со всеми черти что, что им выглядели, в общем-то, разумно, нормально и вменяемо. Это отдельная особая категория, значит, которая нужна для определенной целевой нагрузки, не аудитории, а определенной смысловой нагрузки. Ну, итоги, когда мне часто говорят, что, значит, патриарх является отец хамелеоний, который является воплощением всех типов, часто мне говорят, что таким является патриарх, да, я патриархе Кирилле Гундяеве, конечно, скажу, но на мой взгляд, наиболее ярким примером отца хамелеоний является так называемый духовник Путина, теперь владыка, уже не просто отец, митрополит Тихон Шивкунов, который абсолютно всякий, в зависимости от ситуации, то он громит иноверцев, то он в интеллигентной среде выступает, ну, как настоящий там отец здравомысля, без лишних улыбок, то он юморит с молодежью на встрече, то он гневно проклинает иноверцеве, приглашает скорее пойти и уничтожить, чтобы в их крови, значит, лодка церковь Христовой там дрейфовала в правильном направлении, вот они задают, в общем, главную программу, их, они немножечко по-другому действуют от своих миллионей, потому что главный их, показатель их успеха, он, как правило, скрыт от широкой общественности, показатели их успеха, как правило, чисто экономические, это общий доход церкви или той епархии, которую они возглавляют, это конкретные деньги, это конкретные храмы, это конкретные машины, это конкретные виноградники в Геленджике, это конкретные вещи, подающиеся подсчету, они определяют целый вектор, как, например, отец Дикон Живкунов когда-то создал практически всю современную православную литературу, своя книжка «Не святые, святые», по статистике, я к ней имею претензий, но она есть, в 20-м году это была самая издаваемая книга на русском языке, или, например, его скандальный роль, скандальный фильм «Гибель империи. Византийский урок», с него, в общем-то, и начался нынешний курс православно-политический. Византийская церковь была богата не деньгами, ее богатство был Бог, они создали вообще все, европейцы во время крестовых походов уничтожили Византию, и разграбили, и растащили, поэтому все, что европейцы считают своим, там, права личности, органы в церквях, математика, там, успехи, там, какой-нибудь, там, физики, порох какой-нибудь, они еще не изобрели, эти европейцы, это все в Византии, поэтому, по большому счету, европейцы вот это все наворовали, поэтому у них все это в какие-то вот корявые картины и сворачивается, а истинный преемник Византии, это Русь, Третий Рим, Москва, вот это реальные, настоящие европейцы, настоящие потомки Константинополя, Второго Рима, а перед ним Римская империя, первого, самого главного Рима, поэтому мы настоящие, то хомо сапиенс, а остальные уже все с какими-то искажениями. То есть, вот перед вами, в принципе, в одном фильме уже обозначен весь курс со всеми вытекающими, стреляющими, бомбящими, устраивающими геноцид, определенными последствиями. Про патриарха говорилось очень много, кем только не говорилось, всякие расследования можете смотреть, оценивать сами. Самая главная особенность отца Хамелеоне, это его многогранность. К примеру, еще будучи митрополитом, то есть, митрополит Кирилл, он везде, он и проповедник современного такого романтического православия в конце 80-х годов, который идет со всеми выдающимися учеными, там с Аверинцевым, с Александром Менем, оно идет на смену унылой, оскудевшей советской действительности, вдохновляет людей, это такая кормушка для человека, который страждет духовно, которому скучно, потом, это все 90-е годы слова пастыря, каждую субботу, он вел программу, в которой на уровне такого либерального консервативного подхода, с большей склонностью к либеральности, а постепенно консерватизм, он рассказывал, как нужно устроить жизнь по-православному, то есть, самый настоящий отец был здравомыслий с такими, с элементами даже отца улыбастия периодически, скандалы с сигаретами, с деньгами и прочее, этот же человек, эти все скандалы показывают его практически на уровне отца, пацани, сегодняшний человек, который уже на грани отца правда рубили, черти что же, в зависимости по ситуации, заявления, какие-нибудь воззвания, прочитанные почему-то по бумажке, человеком, который мгновенно может экспромтом произнести речь на любую тему, начиная от размножения пчел и заканчивая квантовой физикой, вот, читают по бумажке, если это будет нужно, он перед тобой с зазубрием превратится, да, конечно, в этом сила, в этом сила такого типа пастырей. Пара слов интерлюдия о тех, кто находится вне системы. Да, есть некоторые типажи, которые очень сильны и известны, о которых я почему-то не сказал, а не сказал я, потому что они являются правоповедниками самих себя, своего собственного концептуального видения мира, но отнюдь не церкви, отнюдь не религиозной общины, а не попутчиками являются до поры до времени, а в какой-то момент они перестают удовлетворять и тогда разный у них может быть результат. Как, например, выдающийся проповедник Александр Мень, который привел очень много людей еще в советское время, но курс был совсем не тот, напоминаю, это до сих пор нераскрытое дело об убийстве выдающегося проповедника своей эпохи топором зарубили человека, экуминиста, который умудрялся всю мировую культуру сплести вместе и доказать, что она вся свидетельствовала Христе, не только там Будда или Заратустра, Нильша на самом деле был тайным христианином, все вместе сплетено воедино, но за этой всей концепцией мы слабо видим, в общем-то, православие как идеологию, мы видим Александра Мения, поэтому эти люди уходят в Ау, как, например, отец Яков Кротов под Мением расположен в паре с Панасенковым, значит, то есть человек, который, в принципе, является таким менем для 90-х тысячных годов, но ему настолько места не было, что он был по разным, находил себе место альтернативным православным динаминациям, вот, и по большому счету он, скорее всего, из квартиры даже и не выходил, вот, читал книги, проповедовал в своем интернете, значит, но вряд ли у него была община, куда он приходил, служил службы и так далее. Отец Георгий Кочетков, это потомок движения, вот, еще отменя дошедшее движение обновленчества, перевода богослужения на современный русский язык, вот, он до сих пор служит, до сих пор есть маленькая крохотная общинка, которую Дворкин обвиняет неустанно в сектанстве, вот, там они и есть, собственно говоря, некоторые люди считают, что Кочетков уже давно помер, не совсем, вот, но он умер для информационного пространства, чтобы до этой общины дойти и поучаствовать в богослужении на русском языке, нужно, как минимум, очень много действий совершать. Но, пример отца Андрея Кураева, он, конечно, наиболее показательный. Все перед вами, друзья мои, люди, которые к чистому типу отнести нельзя, но разве скажешь, что Кураев, отец Зазубрий, ну да, он там внимателен каким-то нюансам, но в то же время это харизматичный проповедник, который может и там чуть ли не матернуться в любой момент и пойти против церкви, как в вопросе спустирает, как он сказал бы, ты выпороть, значит, блинами накормить. Вот, то есть он, когда нужно, он приступает к границе. В свое время, конечно, этот человек огромное количество людей в церковь привел, но теперь пути расходятся, потому что перед вами не типажи, а реальные люди. А религиозным общинам реальных людей не нужно. Эти общины впускают в себя людей на должность. Манипулятор это должность. Типаж священника это должность. И на этой должности должен быть тот, кто максимально соответствует чистоте типажа. Не соответствуешь. Go out. Итак, завершаем. Завершаем нашу тему. Перед вами, друзья, типология духовенства. Есть мнение, что отцы хамелеонии являются консолидацией всех типов. Возможно, я прав, возможно, я здесь не прав, но дело в том, что показатели эффективности у отца хамелеоне совершенно иные, чем у всех остальных. Вряд ли мы можем назвать по личным разговорам, по личным опросам общественного мнения людей внутри церкви, которые поддерживали бы политику и вообще личность патриарха Кирилла начинает простых прихожан и заканчивая высшим духовенцем. Ну и чё? Как говорится. Что-то здесь меняется. Поэтому я не вывожу отца хамелеоне как отдельный тип, потому что здесь другой методический момент, момент оценочный совершенно другой. Ну, может быть, я не прав. Может быть, действительно, ему нужно где-то здесь впихнуть. Но правильно ли моя разболовка, правильно ли моё разделение по горизонтали силы поверх, вернее, плоскость силы выше горизонтали, плоскость слабости ниже горизонтали, что эти люди эксплуатируют в нас нашу силу, нашу, наши страсти, нашу волю, нашу наглость, наше хамство или, наоборот, нашу убогость, нашу нищету духовную, нашу неспособность поднять задницу с дивана. Вот, это уже решайте вы сами, пожалуйста, комментируйте, отвечайте прямо здесь в комментариях. Я напоминаю, что я публикую абсолютно все, кроме хамских, только обзывательских комментариях сразу в бан, на моем канале в Телеграме, если вам понравилось то, о чем я рассказывал, заставило вас задуматься, задуматься о чем, скажу, чуть позже, ставьте лайки, если считаете, что это фигня какая-то, ставьте дизлайки, комментируйте, будем разбираться, но самое-то главное, о чем я говорил, зачем вся эта классификация нужна, не для того, чтобы позубоскалить в семинаре, а для того, чтобы вернуться к самому главному, что движет манипулятором. Он тебе, конечно, дает ощущение там тетради в клеточку, Декартов в координат, что ты живешь в мире, где все понятно просто, и ты знаешь, как быть, за тебя думает церковь, как Кинчев, когда к нему придрались там по поводу, значит, правоты церкви, да что, у меня отношение простое, церковь это армия, а я солдат, ну мне скажут, куда я, туда и пойду, сказал уважаемый Константин Кинчев, лидер группы Алиса, вот, но какой человек, поддающийся манипуляторам? Итак, перед вами, друзья, на слайде признаки, главные, более типичные жертвы манипулятора, и давайте мы не будем врать себе, утверждая, что нас, эти черты, уж стопудово не касаются, что мы-то совсем другие люди. Конечно, речь идет о главной экзистенциальной внутренности человека, о том, что у тебя там внутри, вследствие там, травм, нанесенных родителями, родителями, или там, школьными учителями, или просто жизненным курсом неправильно избранным. Кто там орет в тебе? Кто там, где причиняет тебе боль? Значит, почему именно ты не можешь найти лады с самим собой, и тебе нужны те люди, которые за тебя целуют концы с концами и предъявят тебе тяп-ляп сделанную, но вроде как правдивую картину чьей жизни? Твоей жизни. Вот почему тебе нужен другой человек, который залезет с твоей супругой в постели, будет уверять, что тут правильно, что неправильно, который даст тебе в руки оружие, будет поворачивать тебя в сторону человека, который к такой же точно церкви принадлежит точно так же, таким же ритуалом, тому же Богу молится, говорит, стреляй в него, потому что он неверный. Это будешь говорить, а как же не уби, он тебе объяснит, как это все сводится к концу с концами, что на самом деле убив финноверца, ты осуществишь заповедь не уби, не только ее не приступишь, а осуществишь во всей полноте. Вот для этого и существуют определенные манипуляционные стратегии. Все происходит из-за ущербности нашей. Можно в этом что-то исправить, или люди обречены прыгать из религии в религию, или это еще меньшее зло, может быть хуже, когда они выбирают какую-нибудь там теософию или конспирологическую гипотезу. Об этом давайте порассуждаем в режиме диалога. Но самая главная типология, которую он предлагает, пожалуйста, занимаетесь ей. Попробуйте представители инорелигиозных сообществ буддистского, мусульманского, иудейского, может быть, языческого даже. Попробуйте представить типологию согласии с вашими определенными установками, назвать определенные имена, обозначить. Я думаю, это будет интересно, но только если мы соглашаемся с определенной максимой. Религия это идеология. Входя в нее, мы совершаем свой акт выбора, а после этого акта выбора нас за ручку ведут определенные типы в соответствии от нашей собственной испорченности. спасибо за внимание, друзья. Если вам понравилось, если вы что-то вынесли для себя полезное из моей лекции, или как минимум, если я вас позабавил, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, приглашайте других людей, рекомендуйте. Ну и, конечно же, не забываем, что самой главной формой благодарности является благодарность материальная. Буду благодарен вам за любую форму донатов. Не забываем, что злой философ это голодный философ, поэтому для того, чтобы мир был добрее, надо, чтобы все были сытее. А если не понравилось, ставьте, пожалуйста, дизлайки, вступайте на территорию форума, либо прямо здесь в комментариях, либо в телеграм-канале, ссылка также в описании. Пожалуйста, критикуйте, только конструктивно. Находите минусы, обрушивайтесь абсолютно беспощадно, только конструктивной критикой, если вы можете сделать то, что я делаю, лучше. Спасибо за внимание.